Трибуни Мавзолея Собравшиеся у стен Кремля тепло приветствуют руководителей коммунистической партии и советского правительства. Субтитры создавал DimaTorzok Почти 30 лет надпись на могиле итожит недлинную жизнь Екатерины Фурцевой. Давно забыты многие имена и лица советского иконостаса, а журналисты не устают обсуждать, осуждать и воспевать единственную женщину, вознесенную на Мавзоле в стране, где правят мужчины. Ее вещи хранит Государственный музей политической истории. Ее биография эталонна для советского руководителя. Родилась в 1910 году в Вышнем Волочке. Мать ткачиха, обдавев Первую мировую, растила дочь и сына одна. К 15 годам дочь ждала та же ткацкая фабрика. Всю жизнь Фурцевой будут поминать этот год у станка и в доблесть, и в укор. Не знавшая грамоты мать, депутат городского совета, передала ей и набор, и общественный темперамент. 20-летним членам партии Екатерина по комсомольской путевке покидает свой городок. Страна рвется ввысь, и девушка поступает на летные курсы под Ленинградом, в Царском селе. Конечно же, влюбляется и в Ленинград, и в летчика, инструктора их летного звена. Петра Биткова с молодой женой переводят в Саратов, потом в Москву. Война застанет Фурцеву секретарем Фрунзенского райкома партии, самой большой партийной организации. Битков отправится на фронт. Давно желанной дочери исполнится 4 месяца, когда муж сообщит Екатерине о своей измене. Они расстанутся почти дружески. Вот тут она и покажет свое умение выживать в предложенных обстоятельствах. Мать Матрена Николаевна растит Светлану. Для Екатерины партийная жизнь в замене семье и быту. Обедать она ходит напротив райкома в столовую Дома ученых. Фурцеву привечает директор Дома, актриса художественного театра, гражданская жена Горького Мария Андреева. От нее а за элегантности, хорошего тона и партийный пыл. Наставник Фурцевой, первый секретарь Петр Вогуславский. Историк и философ он сознает, коротка послевоенная эйфория. Отягченный пятым пунктом анкеты, еврей. Он понимает, что его карьера на излете. Он любит Екатерину, но женат, развод невозможен. И все, что знает, умеет, он вкладывает в нее, продвигая второго секретаря на первый план. Восемьсотлетие Москвы дает ей шанс отличиться на подготовке центра к празднику. Закладываются памятник Юрию Долгорукому и новое здание университета на Ленинских горах. Трушеники колхозной деревни везли в Москву плоды богатого урожая. На трибунах стадиона весь цвет страны. Галина Уланова с Юрием Завадским. Валентина Серова с Константином Симоновым. Маршал Конев. Воистину, первое всенародное торжество после Дня Победы. Пропуск Фурцевой помечен грифом «Проход всюду». Сменив Богуславского на посту первого секретаря райкома, она идет дальше. Правая рука Хрущева, хозяина Москвы. В этих кадрах завязка романа. За спиной Фурцевой Фирюбин, тоже секретарь московского горкома. Служебный роман тайна. Адюльтеры в партийной среде не поощряются. Они видятся мельком в Сочи, в партийных санаториях, куда она ездит с подругами. Курортные фотографии невинны. Вот даже самой Верой Морецкой, экранным членом правительства. Николай Павлович все же отважился на развод. Первый семейный снимок. Законный муж, брат, невестка. В партийных кругах их брак принят прохладно. Фирюбин назначен послом в Чехословакию. Его жена, принявшая от Хрущева образы правления Москвой, наезжает в Прагу в партийно-правительственных делегациях. Протокольные кадры хроники. Хрущев, глава Коммунистической партии после смерти Сталина. Фурцева, от Москвы, чрезвычайный полномочный посол. Фирюбин поодаль от почетных гостей. Он наделит себя между Москвой и Прагой, между мужем и матерью, до конца жизни отрезавшей зятя с фотографий. Из записей Светланы Фурцевой. Мы все ревнуем ее. Бабушка и я к Николаю Павловичу. Он к нам. И все вместе к работе. Женское право в СССР раз в год. 8 марта празднуется с размахом. Заседание в Большом театре – официальная часть. А за его стенами бушует магазинное безумие. На подарки сметается все подряд. В доказательство мужской широты и галантности. У хозяйки Москвы на улицах порядок. Нецензурная брань наказуема. Фольклор откликнулся на ее правление. Мат и пьянство на Руси Истребляют смело Только Фурцева взялась. И не за бабье дело. Тем не менее, бабье дело запомнится чистым городом. Размахом жилищного строительства. Наступлением на коммуналки. Железный занавес приоткрылся в 55-м. В самые студенные времена Холодной войны. Начало традиционно положили французы. Жерар Филипп. Живой классик Реннеклер. Впервые сходят на советскую землю. Вскоре с Кручевской оттепелью нам откроется великая простота итальянского неореализма. Рыба-дяга. Пенсия очень кора. А ты, ютубрия? Девушки станут стричься под Сальвану Помпанине и Лучилбазе и скупать открытки с Массимом Джиротти. Встреча с Массимом Джиротти. 25 февраля 1956 года доклад Хрущева о культе личности Сталина на закрытом заседании 20-го съезда сколыхнул страну, а Фурцеву поднял до предпоследней ступеньки на вершину партийной иерархии. Она стала кандидатом в члены Президиума Центрального комитета партии по старому политбюро в пулуарах съезда с тогда еще закрытыми академиками Курчатовым и Королевым. Поверенный план 1956 года москвичами будет выполнен досрочно, что пятилетний план будет выполнен досрочно, в этом никакого сомнения нет. В той гонке за досрочным перевыполнением планов легко приступали законы плановой экономики. Однако Фурцеву выручают навыки выпускниц института тонких химических технологий и высшей партийной школы. Так или иначе, московское хозяйство выглядит образцово. Оглушительным отзвуком съезда стало самоубийство Александра Фадеева, руководителя Союза писателей, автора романа «Прозгром» и «Молодая гвардия». Крушение веры в Сталина заставило писателя пересмотреть свою жизнь и вынести ей приговор. Власть сама испугалась после съездовского половодия. Умиротворение искали в международном признании. Всемирный конгресс женщин для этого благодатный материал и единственный случай, когда Фурцева возглавляет правительственный выход. Ей выдаётся и собственный праздник. Ею задуманный и сделанный под её приглядным стадион в Лужниках входит в строй. Новый, 1957 год, руководство страны встречает в Кремле вместе с Ивом Монтаном и Симона Синьоре, чей приезд означал, что Запад признал кровавую осень Венгрии внутренним делом социалистического лагеря. Два раза в год, в дни главных праздников страны, 1 мая и 7 ноября, в годовщину революции, люди на Мавзолее принимают военный парад и демонстрацию народного ликования. Два раза в год, в годы, в годы, в годы. Два раза в год, в годы, в годы. Что означает восхождение на эту мраморную трибуну в их повседневной жизни? Звезда Героя и Орден Ленина к юбилейным датам. Для Фурцевой только Орден Ленина. Жизнь под прицелами кинокамер. Потом хроника строго фильтруется для показа народу. Вот так выбирают депутатов Верховный Совет. Хрущев. Маршал Будённый. Главный идеолог партии Суслов. Отдых в Крыму или на Кавказе вместе с первым лицом страны. С непременной охотой. С приемом иностранных гостей. Фурцева и Ферюбин встречают гостя Хрущева и Осипа Брустита с супругой. Екатерина Алексеевна тут играет две роли. Секретарь ЦК и жена посла в Югославии. Новое назначение Ферюбину. На отдыхе занятия спортом. При партнерстве офицеров 9-го управления КГБ. Так называемых прикрепленных. Совместные выходы в театр или на концерт. Селятся люди с мавзолея, как правило, в бывшем доме графа Шереметьево, на улице Грановского. Напротив правительственная больница, Кремлёвка. И столовая лечебного питания, просторечий распределитель. Здесь выдаётся паёк. Продукты высшего качества за небольшие деньги. Для членов политбюро продукты доставляются на дом. В запломбированных ящиках с подписью проверившего их врача. Над каждым подъездом подружён герб СССР. Мебель в апартаментах почти одинаковая, с фабрикой «Люкс». На стенах ореховой панели. Повар, горничный, все при погонах госбезопасности. Связь с Кремлём и другими секретарями ЦК. По высокочастотным телефонам. Аппарат с золотым гербом Советского Союза, виходе называемый «вертушка» — знак власти. Снятие с поста обозначается снятием вертушки. До Кремля тут рукой подать. Но пешие прогулки, хоть и в сопровождении прикреплённого, не приняты. Потом обитатели дома будут увековечены памятными досками. Имени Фурцевой нет, как нет его в путеводителе по Новодевичьему кладбищу. Памятник работы Кербеля туда не занесён. На Западе подобное зовётся мужским шовинизмом. Что, пожалуй, самое упрощённое объяснение. За внешним благодушием скрывается заговор Кагановича, Молотова, Маленкова против Хрущёва. Они ведут счёт его промахом. Ему скоро припомнят непротокольную встречу с писателями, лихой посыл догнать и перегнать Америку по мясу и молоку, зигзаги внешней политики и многое-многое другое. Из воспоминаний Молотова. У нас программы никакой не было. Единственное — снять Крущёва, назначить его министром сельского хозяйства. А за стеной шумят. Там Фурцева, Серов, председатель КГБ, Игнатов. Собрали членов ЦК. На другой день был пленум. Фурцева как секретарь ЦК. Она играла роль. Жуков сыграл решающую роль в возведении на пьедестал Хрущёва в 1957 году. Хрущёв победил. 29 июня Фурцева и Жуков становятся членами политбюро. Молотов, Маленков, Каганович выведены из его состава. Теперь Фурцева всегда в фарватере у Хрущёва. Самой броской акцией Крущёвской отцепели стал Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, то было бы перцево в компании такой и до грядущего подать рукой. Никогда ещё такое количество иностранцев сразу не собиралось в Москве. В фестивальной программе было много ранее недоступного. Например, художественная выставка весьма далёкая от социалистического реализма, единственно признанного властью. Имена Пикассо и Матисса входят в широкий лексикон уже не понаслышке. Фестиваль — последнее эффектное действие Фурцевой как хозяйки Москвы. Она покидает городской комитет партии, полностью переда служить на Старую площадь в ЦК КПСС. Фурцева часто общается с маршалом Жуковым по делам реабилитации военнопленных по проекту создания мемориала у Поклонной горы. Но 7 ноября 1957 года Жукова уже нет на Мавзолею. Парад принимает маршал Малиновский, новый министр обороны взамен смещённого Жукова. Реплика Жукова на июньском плену МЦК, что ни один танк не тронется без его приказа, повергла в смятение обе противоборствующие стороны. И на октябрьском пленуме ЦК героя Великой Отечественной обвинили в насаждении культа его личности в армии, потере партийной скромности, в грубом нарушении ленинских принципов руководства вооружёнными силами. Ровно через 4 месяца после июньского спасения Хрущёва Жуков был выведен из политбюро и ЦК. Голос Фурцевой слился с хором осуждения маршала. Отношу, прежде всего, к нашей великой коммунистической партии Советского Союза, воспитавшей всех нас. Я отношу это великое доверие к нашему коллективному органу, к нашему Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза. Номера Софьяновых свидетельств и её место наверху совпадают с рейтингом опросов. Она в первой десятке. Оттепель сменяется резким похолоданием. Курс 20-го съезда, понятый интеллигенцией как зов к творческой свободе, нуждается в корректировке. Испуг руководства партии, что критика Сталина и сталинизма превращается в критику режима, заставляет всё чаще давать назидание тем, чьи книги, песни, картины знает вся страна. 3 января 58-го года создаётся идеологическая комиссия ЦК, где главные роли Засусловым и Фурцевой. На каждом документе комиссии значится совершенно секретно. Первой её заботой становится компания против присуждения Нобелевской премии Борису Пастернаку. Я пропал, как зверь в загоне, Где-то люди, воля, свет, А за мною шум погони, Мне на волю хода нет. А вот отклик в кабинетах ЦК на золотую пальмовую ветвь в фильму «Летят журавли», первую для нашего кино, когда Татьяна Самойлова и Сергей Урусевский стали сенсацией Канн, подружились с Пабло Пикассо, Жаном Кокто, Надей Леже. Осуждённая общественностью, низкопоклонство перед буржуазным образом жизни, культурой, искусством возрождается в известных кругах нашей интеллигенции. Характерны в этом отношении выступления в Доме работников кино участников советской делегации в Каннах. Артистка Самойлова, восхищаясь всем, что она видела во Франции, говорила о том, что это были самые счастливые дни в её жизни. А оператор Урусевский призывал всех обязательно съездить за границу, ибо там они увидят такое, что никогда не смогут повидать у нас. Эти низкопоклонческие выступления вызвали протест видных деятелей советской культуры. На волне развенчания культа Сталина советских руководителей за рубежом принимают не менее восторженно, чем кинозвёзд. Будь то холодноватый запад или пылкий восток. 1960 год начинался празднично. Вместе с Ворошиловым и Козловым Фурцева облетела всю Индию, Непал. В отличие от простых смертных, которых не выпускают за границу с членами семьи, чтобы не остались, члены политбюро ездят с семьёй. Фурцева берёт с собой 17-летнюю дочь, в которой Козлов тоже член политбюро видит будущую невестку. выставка Святослава Рериха. Екатерина Алексеевна приглашает Рериха в Советский Союз с первой выставкой. В Москве Фурцева принимает Рериха уже в новом качестве. У неё радостное событие. Она назначена министром культуры. Никогда ещё у нас в культуре не доставался министр столь высокого партийного ранга. Народ тут же откликнулся на эту добавку к партийным чинам. Нашли в Фурцевой халтуру и споганила земля. Хочешь ты поднять культуру? Начинай тогда с Кремля. Присвоить почётное звание народного артиста Советского Союза учётный... в Фурцаре Et中. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Со стороны работа министра культуры – нескончаемый праздник. Министр определяет движение звезд по земным орбитам. К нам Ван Клиберн. К ним Игорь Моисеев, чей ансамбль несет валюту в закрома Родины. Вот теперь похоже на дело. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сторонний наблюдатель не знает, какой механизм должен работать без сбоев, чтобы организовать эти гастроли. Или вывести на ступени большого его хор и оркестр перед тысячами зрителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько средств надо вложить, чтобы самодеятельность соперничала с профессионалами? Чтобы кино оставалось по доходности второй, после водки, статьёй в бюджете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы родился театр-современник. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый министр вошла в эту среду, как нагретый нож в масло, и сразу стала своей. С ней можно было и дружить, и отчаянно ссориться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я верю, друзья, в караваны ракет, Момчат нас вперёд от звезды до звезды. На пыльных тропинках далёких планет Останутся наши следы. Ей повезло со временем. Полёт Юрия Гагарина в космос 12 апреля 61-го года вывел Советский Союз на первые полосы газет в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Каннский фестиваль Фурцева приехала вместе с Юлией Солнцевой представлять повесть пламенных лет. В ореоле полёта Гагарина они были обречены на успех самого престижного из престижных фестивалей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомство с Надей Леже, вдовой Фернана Леже, во многом определило культурные связи всех министерских лет Фурцевой. Надя ввела её и в круг французской интеллигенции, и французской компартии. Марк Шагал, Марис Торрес, Луи Арагон, Пабло Пикассо, Жорж Сыря. Но, пожалуй, главное – это мир французских художников, в который окунула её Надя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лазурный берег открылся Фурцевой прохладой музеев и керамических мастерских. Бьёт, Сен-Поль-де-Ванс, Валарис, Антип, Ницца. Стрелись в цепочку имён Леже, Пикассо, Ренуар, Матис, Шагал, скульптур, картин, рисунков. Из записи Светланы Фурцевой. Её впечатление того мая нельзя ни с чем сравнить. Странноватый человек с ягнёнком, вписанный Пикассо в толкотню рыночной площади Валариса, становился знаком мира и покоя. Светланы Фурцевой. А эти библейские послания Шагала. Она влюбилась во Францию и смеялась, что просто не может отступить от русской традиции, поклоняться всему французскому. Надя подсказала ей, где одеваться. Появились вещи от Ланвена, духи РПШ. 22-й съезд партии в октябре 61-го года стал историческим. Диктатура пролетариата, как главный лозунг страны, была отменена. Догматики увидели в этом сдачу завоевания октября. Президиум съезда выдаёт его мрачноватую атмосферу, несмотря на оптимистическое назначение. Только в прошлом году кинофильмы посмотрели почти 4 миллиарда человек в Советском Союзе. Это не учитывая то, что было передано по телевизору. Разберз песен и установок. Задание снижения плана в этой области выполняется сопережением на два года. Опасались народных волнений, так как в ночь с 30 на 31 октября выносили из мавзолея Сталина. Избрал руководящие органы партии. Можно с полным основанием сказать, что 22-й съезд знаменует важнейший этап в жизни нашей партии страны в борьбе за торжество коммунизма. В списке членов Политбюро Фурцевой не было. Удар был усилен внезапностью. Сражённая она уехала на дачу и вскрыла вены. Её успели спасти. В день закрытия съезда она оказалась в больнице. Этот поступок укрепил власть в мнении, что женщинам не место на мавзолее. Появившуюся седину можно закрасить. Подруга дала рецепт. Чёрная жидкость, полстакана воды, 1 столовая ложка мыла, соединить всё. Муж заместитель министра иностранных дел. Теперь они вместе на трибуне, рядом с мавзолеем. Родилась внучка. Незащищённое бронёй Политбюро в качестве только министра культуры Фурцева из члена Грозной идеологической комиссии превращается в её поднадзорную. Выставка в Манеже, где Хрущёва так разгневали работы покойного Фалька и молодых, Жутовского, неизвестного. Власть, убеждённая, что искусством необходимо руководить, в начале 60-х ещё способна к диалогу. Памятник, сделанный Эрнстом неизвестным, на могиле своего яростного оппонента Хрущёва, тому подтверждение. Из писем Нади Леже я абсолютно не согласна с социалистическим реализмом в живописи, который теперь существует в СССР, ибо в нём нет живописи. Абстрактная живопись существовала, существует и будет существовать. И те, кто опровергает эту живопись, абсолютно, они приносят вред СССР и художникам. У искусства свой счёт к Фурцевой. Среди заслуг — Московский международный кинофестиваль. Советский режиссёр Григорий Чухрай, председатель жюри, объявил результаты конкурса. Большой приз получает Фредерика Феллини, прогрессивный итальянский кинорежиссёр, автор фильма «Восемь с половиной». Без худсовета утвердила Бондарчаку актёров для фильма «Война и мир», потом получившего Оскар. Без худсовета закрыла для Ролана Выкова роль Пушкина, может быть, потерянный нами шедевр. Плюс-минус, плюс-минус. Но всё же до министром можно было достучаться. У неё были свои пристрастия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня один из самых счастливых дней в моей жизни. Присуждение мне Ленинской премии – это высшее признание искусства, которому я служу. Знаменитый Миланский оперный театр «Ласкало» никогда не был в России. И вот, наконец, свершилось. Директор театра Антонио Герингелли со своими звездами Рената Скотта, Мирилла Фрейни, Фьоренца Кассотта, Леонтина Прайс, Эда Винченци, Герберт фон Караян свели с умами Ломанов. Субтитры создавал DimaTorzok Портреты гостей, нарисованные в те дни Ильей Глазуновым, пополнили музей «Ласкало». Директор театра был в восторге от гастролей и благословившего их министра. Той же осенью, в 64-го года, Большой отправлялся впервые в Милан. Между гастролями эпоха в СССР сменилась. Октябрьский пленум ЦК был заговором против Хрущева. На сей раз под руководством Брежнева. Но теперь у Хрущева в союзниках не было ни великого полководца, ни решительной женщины. Хрущев был отправлен на пенсию. КОНЕЦ 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 Здесь, в кабинете директора Ласкалы, Михаил Чулаки и Антонио Герингели подписали соглашение о сотрудничестве своих великих театров. Оно действует до сих пор. Герингели с готовностью откликнулся на просьбу министра о стажировке советских певцов в Ласкалы. Десять лет до конца ее жизни он слал фурцевые знаки внимания, письма, цветы, милые венецианские фигурки персонажей комедии Дель Арте. Из письма Людмилы Лонго референта Герингели. Уважаемая Екатерина Алексеевна, доктор Герингели попросил меня быть посредником между ним и вами. Как вы, может быть, помните, он давно мечтал заказать ваш портрет. Он собирал ваши фотографии и поручал различным художникам написать по ним портрет. И все ему не нравилось. Только теперь, как ему кажется, что-то получилось. Он хотел бы поднести этот портрет вам по случаю приезда Скалы в Москву. В память о многолетнем сотрудничестве, о дружеских отношениях и о той любви и симпатии, которую он всегда испытывал к вам. Но очень боится, как бы вы на него не рассердились за смелость. И поэтому поручил мне попытаться выяснить ваши отношения. Из записи Светланы Фурцевой. Она редко говорит о Герингеле. Может, потому что видимся мы чаще в министерстве, и мне всегда кажется, я зашла не кстати. Все время возникают какие-то проблемы с библиотеками, клубами и вечными театральными конфликтами. Ей едва удается смахивать неприятности с лица, чтобы появиться на людях. На людях министр находится постоянно в калейдоскопе встреч, юбилеев, выставок. Где Мартироса Сарьяна сменяет Роден. За Роденом следует Джакомо Манцу. Из воспоминаний Ирины Антоновой, директора музея изобразительных искусств. Она умела рисковать. Выставка в Японии шедевров Эрмитажа, Третьяковки, Русского и Пушкинского музеев без страховки под личную ответственность. Кто решился бы на такое? Середина 60-х баловала советских людей зрелищами. Спектакль «Зефирели» с Анной Маньяни. Гастроли Франсиса Лемарко. После «Красной палатки» Калатозова сниматься и снимать в Советском Союзе стало модно. Виторио Де Сико ставит подсолнухи Софи Лорен и Марчелло Мастрояни. Бондарчук снимает Ватерлоу с Родом Стайгером. Ввод советских войск в Чехословакию в августе 68-го развеял последние иллюзии оттепель. Оборвал диалог между интеллигенцией и властью, вставший на путь жестокого подавления инакомыслия внутри своей страны. Чтобы не оказаться в полной изоляции, государство пытается наводить мосты рухнувших международных связей. Балет нас всегда выручал в трудную минуту, как следует из популярной в то время песенки. Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. На первом международном конкурсе молодого балета великие танцовщицы Галина Уланова и Алисия Алонсо соревновались с своими учениками. И традиция этого конкурса надолго переживет министра, автора идеи. Большой в Гранд-Опера собрал весь Париж. Эльза Триале и Луярагон, поссорившиеся с нами из-за Чехословакии. Сальвадор Дали. Фурцева, об руку с министром культуры Франции Андре Мальро. По документам идеологической комиссии конца 50-х он числялся в реакционных писателях. Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Мария Калас. Триумф Большого соединил всех. Бытие Екатерины Фурцевой давно уже протекает словно бы в двух плоскостях. Культура, где она знает коротко великих их жен, их дела. Фильм Льва Кулиджанова «Преступление и наказание» в Венеции. День рождения главного режиссера Большого Бориса Покровского. Золотой диск Французской академии музыки Дмитрию Шестаковичу. Торжество в художественном театре в честь Аллы Тарасовой. Хроника органично вписывает Екатерину Фурцеву в праздники искусства. Из письма Святослава Рихтера. Был очень тронут вашим звонком в Варшаву. Нина просит вам передать свои искренние сердечные пожелания. Всегда ваш Святослав Рихтер. Хроника не запечатлела сложности министерской жизни. Сочувствие можно найти разве что в устном творчестве. Курцевой работы много, но исправить дело как. Раз в стране отвергли бога, начался сплошной бардак. Существует и вторая партийная реальность, от которой она не может оторваться. Здесь все ритуально, неизменно. Съезды, выборы, приемы. Непременное 8 марта у первой леди Виктории Брежневой. Из мужчин только прикрепленные. Тут гуляют правительственные жены и очень важные персоны женского пола. Порядок заведен раз и навсегда. Фото на память. Угощение. Потом попеть хором. Потанцевать. В отдельном зале получите подарки. И машина подана. Все чаще серый кардинал Суслов негодует по поводу министра с рюмкой. На Руси издавна, что молотся не в укор, девица не не. Но министерство не из престижных, и потому она занимает свой пост более 14 лет. Столь долгая несменяемость министра культуры имеет свои плюсы. Фурцеву знают и верят ей. В дружеской беседе обе стороны выразили удовлетворение развитием культурного обмена между Советским Союзом и Францией и высказали пожелание еще более его расширить. Открытие выставки французских импрессионистов. Выставки Наде Леже, переданные Советскому Союзу. Долгожданный первый и единственный приезд Марка Шагала. Его привезла все та же Надя. Он подарил музею изобразительных искусств 75 литографий. Анна Сорина, вдова Савелия Сорина, подарила сделанные им портреты. Неуставные дружбы Екатерины Алексеевны, вызывавшие такое недовольство компетентных органов, начали приносить весомые плоды стране. А бегущие время свои потери. Ушла мать Матрена Николаевна. И каждый день дочь бывает у нее на кладбище. Не стала синей птицей художественного театра Аллы Тарасовой, которая так поклонялась Фурцеву. Открывая новое здание МХАТа на Тверском бульваре, Екатерина Алексеевна не знает, что именно на этой сцене год спустя будут прощаться с нею. Только хроника, жадная до таких зрелищ, не снимет и кадры. Не было указаний. Или напротив, таковы указания. Из воспоминаний Ирины Антоновой возникла идея. Из Японии, где экспонировалась Джоконда, остановить ее и показать в Москве. Екатерина Алексеевна загорелась. Она позвонила французскому послу и получила его согласие. Но нужно было заплатить огромную страховку, изготовить пуленепробиваемую капсулу бокс для картины. Она обратилась к оборонщикам. И за семь дней и семь ночей была изготовлена капсула, потом взятая французами за эталон. Стекло везли с Украины, оно лопнуло. Успели заменить. А насчет страховки она уговорила Косыгина. Французский посол предлагает нам показать Джоконду. А деньги вернем. Отправим Моисеева на гастроли. Он заработает. Джоконду перевозили ночью, с усиленной охраной. И какой же это был подарок Москве. Не случись с Фурцевой в 61-м году того по номенклатурным меркам несчастья, не знать бы ей этих слез у портрета Джоконды. Не случись того падения спортивной вершины, не смеяться ей в 50-летие театра сатиры. Мы хотим сегодня с вами Оглянуться на годах, Посмеяться временами, Прослезиться иногда. 50? Совсем немного! Это твачистый рассвет! Да! Извините за куплет! Была бы она в этот же самый день на очередном действии в Кремле. ...ЦК партии товарищу Суслову. Юбилейной медалью 30 лет социалистической революции в Болгарии награждены генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, руководители партии и советского правительства. 24 октября 1974 года ее ждали на юбилее Малого театра. Перед юбилеем заехала к дочери с огромным арбузом, потом домой переодеться. Как-то не здоровилась. В театре ее не дождались. День клонился сумеречный, стылый. А ночью повалил снег. Женщина на мавзолее стала просто фурцевой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok